Нанатус Хаус служил одновременно и обителью, и приемным покоем для ордена сестер святого Раймонда Наната и располагался в сердце лондонского района Доклинс. Медсестры и акушерки Нанатус Хауса работали жителями Собачьего острова, Степни, Лаймхауса, Милуола, Боу, Майленда и частично Уайтчапелла. Я служила там в 1950-х годах. После войны прошло еще совсем немного времени, и город был покрыт шрамами. Пустыри, разрушенные магазины, перекрытые улицы и дома без крыш, зачастую заброшенные. Тогда порт работал в полную силу, и каждый день здесь разгружали и погружали миллионы тонн груза. По Темзе ходили огромные торговые суда и пробирались к пристаням по сложной системе каналов, шлюзов и бухт. Совершенно обычным делом было идти по улице всего в нескольких футов от гигантского торгового корабля. Даже в середине века около 60% всех грузов разгружалось вручную, и порты кишели рабочими. Многие из них вместе с родными ютились в крохотных окрестных домишках. Семьи тогда были огромные, но все жили в тесноте. Сегодня такие жилища остались разве что на страницах Диккенса. В большинстве была проведена холодная вода, но не горячая. Примерно в половине домов имелся туалет, но у остальных уборная располагалась на улице, зачастую общая с соседями. Ван почти нигде не было. Мылись в корыте, которые ставили на пол кухни или гостиной, или же ходили в общественную баню. Почти везде было электрическое освещение, но часто встречалось и газовое. И мне не раз приходилось принимать роды при тусклом газовом свете, или же при свете фонарика или керосинки. Тогда, незадолго до революции, которую произвели оральные контрацептивы, женщины рожали часто. Моей коллеге довелось принять восемнадцатого ребенка у одной матери, а мне двадцать четвертого. Конечно, до такого доходило редко. Но десять детей были обычным делом. Хотя в моду уже входило обычай ложиться в больницу для родов, женщины в нашем районе не гонялись за новизной и предпочитали разрешаться дома. Всего двадцать-тридцать лет назад они принимали роды друг у друга, так же, как делали веками. Но в 1950-х с учреждением Национальной службы здравоохранения... Субтитры создавал DimaTorzok